15 дней столько понадобилось правительству Кришини Сакаринши на утверждение рамок бюджета. На этот год отыскать недостающие в бюджете 44,5 миллиона евро удалось. И по словам главы правительства в бюджете учтены все обещания, которые правительство и Сэйм ранее давали. Правда, учителя почему-то останутся без надбавки в сентябре. Сергей Герасимов расскажет, на какие деньги мы жить будем. 9 миллиардов 200 миллионов евро. Столько составляют доходы бюджета этого 2019 года. Расходы на 200 миллионов больше. Опять не получилось свести концы с концами. Дефицит 0,3% от ВВП. Хотя еще недавно были опасения, что и в него не вложимся. Дополнительные расходы в 44,5 миллиона евро все же удалось компенсировать за счет пересмотра базы бюджета. А именно, снизилась рождаемость, а вместе с тем и объем пособия для мам. А из-за введения эздоровья объем выплачиваемых пособий по болезни также пошел вниз. Три главные новости. Первое. Мы не повысили ни одного налога. Второе. Мы не увеличиваем дефицит бюджета. И третье. Мы выполнили все обещания правительства и Сэйма. В том числе повышение зарплат медикам. Медикам в этом бюджете отвели на 87 миллионов больше. Ранее звучало, что их ждет повышение зарплат на 20%. Но это не совсем так. И главе Минздрава по этому поводу уже пришлось объясняться. Эта прибавка может быть различной. Больше будет 20%. Но это будет тем медикам, которые сейчас получают меньше зарплату. И до 5%. Планируется, что рост ВВП Латвии в этом году составит 3%. За счет чего бюджет получит дополнительные 400 миллионов евро. Но этого не хватит, чтобы, например, у педагогов в сентябре выросли зарплаты. График повышения их окладов, утвержденный еще предыдущим правительством, выполнен не будет. Так и останется 710 евро за ставку. Хотя говорили про 750. Мы с апреля месяца начнем работу по тому, чтобы составить бюджет 2020 года. Все добавления к заработной плате во всем народном хозяйстве, так если мы смотрим, начинается с января месяца. Могу уверить, что в 2021 году мы будем смотреть по зарплатам учителей. В Минфине напоминают одно из условий повышения зарплат была качественная оптимизация сети школ. Однако она не принесла ожидаемого финансового выигрыша. В профсоюзе образования говорят, они предупреждали правительство, что так и будет. В течение прошлого года мы в реальности об этом убедились. Потому что закрыли или реорганизовали 64 школы. Конкретно закрыли 22. Статус поменяли средний на основную или основной на начальную. А остальным школам мы получили 1,4 миллиона. И если для следующего шага нам нужны 27 миллионов, тогда скажите, сколько школ надо закрыть, чтобы дойти 27 миллионов. Кроме того, представители Минфина отмечают график повышения зарплат педагогов лишь индикативный. То есть не обязателен для исполнения, а скорее рекомендательный. Таким же этот график будет и в 2020 году. А значит, от него вновь можно будет отказаться, если не хватит средств или желания. Передать проект бюджета в Сейм планируется 8 марта. Сергей Герасимов, Крищани Слейт и Сайгарс Ковалевский с Латвийское телевидение.